МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересная тема, друзья, сегодня у нас в размышлениях. Охота. Охота была неотъемлемой составляющей жизни кочевника. Охота с беркутом, охота с тазы, с собакой, с соколом. И охота, почему меня это так заинтересовало, являлась источником замечательным для музыкального искусства и музыкального, и изобразительного. Вот на эти темы можно порассуждать. Но мне представляется, что можно, начиная с этой выдающейся картины Аблахана Костеева «Охотник с беркутом», сейчас перейти в музей казахских народных инструментов и класса. Там великолепный концертный зал, и там есть, что подглядеть, непосредственно имеющее отношение к понятию охота. Отправимся в музей и класса. Замечательным свидетельством того, как рождались искусства, в частности изобразительные, могут служить самые древние, самые первые образцы изобразительного искусства, созданные человеческой рукой. Это наскальные рисунки. И здесь, в наскальных рисунках, очень часто встречаются, как мы видим, сцены охоты. Изображение животных, охотников. Это сама охота, аншелак. Но давайте мы сейчас пройдем в зал этого музея, где находятся инструменты музыкальные, имеющие самое непосредственное отношение к процессу охоты. Вот здесь, в музее казахских народных инструментов, можно встретить целую серию инструментов, имеющих непосредственное отношение к процессу охоты. Обратите внимание, бугышак – это рок, который служит для заманивания. Подражая звуку рева морала, он призывает морала к себе. Сокпан, трещотка, штерталдулык, такой ремень, бич, вспугивает дичь, но особенно хорошо вспугивает улток из зарослей кабоша – это ударный инструмент. Дабл, шиндаул, даупас, дангара – все это инструменты, имеющие непосредственное отношение к охоте. Альшалак. И вот здесь, в концертном зале, мы, друзья, имеем возможность познакомиться и с инструментарием, пришедшим из глубины веков, и с самой музыкой, рожденной в далекие времена. Я имею в виду, прежде всего, вот этот интереснейший инструмент кул-кобыс, который во руках Айгрим, который согласилась представить нам этот инструмент. Айгрим, почему кул-кобыс? Потому что инструмент сделан из конского волоса. Струны. Струны, да. Вот это интересный момент, друзья. Струны из конского волоса, из мычок, из конского волоса. И звук в результате получается какой-то очень-очень интересный. Но разные струны, я знаю, имеют разное количество волосинок. Поточнее, сколько? Как? В нижней струне Ры около 70 струн, и на струне Ля около 50 струн. Правильно, правильно. Потому что каждый волосок – это струна. Да. Что лучше звучит, друзья? Один голос или хор? Так сказать, волосок или пучок волос? Вот вам и разгадка удивительного тембра этого инструмента, когда звучит целый хор как бы этих маленьких голосов. Но интересно то, что принцип звукоизвлечения несколько необычный. У скрипачей это называется… Флажелет. Флажелет. Но вы играете… Скрипачи играют подушечками. А вы играете в основном? Ну, мы играем более ближе к подставке с мячком. Так. А на струнах? На струнах играем… Также можно играть и на подушках, подушками и ногтем. Да. Ну вот особенность, что ногтем в результате получается неплотное прижатие струны, да? Вибрация. Ну и, конечно же, корпус. Из какого дерева он сделан? В основном изготавливается из карагача. Карагач. Карагач. Кожа? Ну, я слышал, что еще вот из арчи. Из арчи. Да, арча. То есть плотный материал, сильный материал, который дает вот этот хороший звук сочный. Именно из цельного дерева? Вот это очень важно и интересно. Не отдельно гриф, а отдельно корпус цельного. И еще одна деталь, хотелось бы обратить внимание, это дека верхняя. Да? Да, дека изготавливается из верблюжьей кожи. Вот что интересно. А верхняя часть открыта. И звук в результате из-под деки кожаной, попадая вот в эту чашу, как небесный свод, приобретает очень интересное звучание. Мне бы хотелось в отрыве от произведения, которое вы приготовили нам, просто продемонстрировать фрагментами. Например, звук лебединого крика. Можете? Согласитесь, друзья, как точно и как художественно высоко. Ну, есть и другой пример, когда вой волка, да, такой своеобразный, очень интересный. Я вспоминаю это все фрагменты из Киев-класса, великого класса. Собственно, первый светский композитор, потому что Кубыс был сначала во руках, атрибутом во руках боксы шаманов, потом сказители, жарау, жарыши, а вот Экласс был первым профессиональным музыкантом светского толка. Какие у него кьюи, вот, вошли, так сказать, в золотой фонд, репертуар? У него есть кьюи, ерден, шинрау, казан, каскар, акку. Да, и обратите внимание, все это связано с образами самой природы. Да, он был великим мастером подражания, причем каждый кьюи, соответственно, сопровождался легендой об этом животном. Но я просил продемонстрировать нашим зрителям кьюи особенный из поздних кьюев. Жаскик. Жаскик. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! И он пролетает один раз в год, когда перелетные, и все охотники ставят сети, чтобы поймать его. Но редко кому удается. И вот в этой же песне говорится, ну, в такой форме, как посвященную любимой девушке. Кы, когда Казахстан приходит к нему, и Казахстан с такой завистью, с такой любовью смотрит, потому что такая редкость. И тогда все это говорит, ну, если ты действительно, ну, сочиняйки про Ахсунхар, и он садится, и прям красоте Ахсунхара сочиняет Кы. Вот это интересный момент. То есть он смотрит на эту красивую птицу и играет музыку не звукоподражания, а выражения своего отношения, чувства. Вот это очень характерно, друзья, для казахской музыки, где часто мы слышим не изображения топыт копыт, изображения хлопанья крыльев, крик там птицы или кулау на рев. Нет, а выражение свое, ощущение от этого явления. Вот то же самое в данном случае. Ахсунхар, восприятие этой красоты передается состоянию души, ума от созерцания этой красоты. Да, это же, вот помните, у Даулиткерея топан. Топан. Да, когда улетает его беркут, и когда он, ну, это как плач, что ли, его состояние, что он потерял. И когда он, помните, увидит топан через шанграх, и вот эту вот восторгу он начинает вот эту кью сочинять. Это не звукоподражание, а вот состояние. Состояние души. Да. Ну, конечно, у него самый известный кью, это кускайтору, или называют его киту-киту-кайт-кайт. Что такое киту-киту-кайт-кайт? Киту-киту – это клёкот птицы. Да. Когда он летает, у него клёкот издает. Киту-киту-кайт-кайт-кайт говорит, вернись, вернись, да, вернись обратно, да. И вот этот элемент, так сказать, звуков природы, он закладывает в звукоизображение дамброй, но вокруг этого развивается вот эта вот передача пения души. Теперь бы услышать этот кью. Абдахабид, пожалуйста, подари нам его. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вы знаете, друзья, особенно интересна вот эта тема, тема охоты, проходит в музыкально-поэтическом творчестве. Потому что поэзия конкретизирует происходящее событие, а музыка придает вот этот особый тон взволнованности, а порой возбужденности, трагизма. Давайте послушаем сейчас с вами народную песню, которая потеряла уже своего автора, но вот исполнитель Новжан Жанпеисов преподносит ее очень интересно, с большим чувством вдохновения. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok